Это может чуть-чуть шлангануть. Ну а так, очень широкой души парень. И позитивный, безумный. И при этом, знаете, невероятно харизматичный. В его 19 лет, к нему прям харизма так и прет. Со всех сторон. Первый раунд. Масур Вадуев. Слотолстойюрт, Беркут. В Бухлу. Клуб Суперпро. Начинающий боец А-класса. Ученик как раз тренера Рико Верховена по физподготовке Джона. Такая замысловатая формулировка, но она... Оооо, вот так он. Масур Вадуев во всей красе. Красавец. Чуть оттянулся. Справа, сбоку, короткий, через руку. Очень красиво. При этом чувство дистанции, чувство момента. Тайминг тот самый. Тот пресловутый тайминг, которым часто говорят в последнее время. Это природное чувство дистанции, чувство партнера. Великолепно Масур Вадуев действует. И скорость какая потрясающая. Дворка с дистанцией. Туда же еще бэквист. Знаете, сейчас охотник. Тот волк. Самый за добычей. Сейчас охотится Масур Вадуев. Не хотелось бы, конечно, здесь никого приводить в роль овечки. Но Масур Вадуев в этом бою уж точно волчара. Потрясающий поединок показывает. Очень, знаете, умный. Собранный, содержательный. Здесь главное тоже не отпустить надолго. Своего оппонента из клуба «Суперпро» в Голландии. Клуб находится, напомню вам, дорогие друзья, «Суперпро» в Зевенбергене город. Там, где тренируется действующий чемпион Глорис и притяжарка Рико Верховен. Откуда родом Альберт Краус. Первый чемпион K1 World Max. Кстати, он здесь находится, также на турнире ACB. И мы помним, он участвовал в румынском ACB. И Альберт Краус здесь в одном из первых своих поединков, точнее, не своих, а в одном из первых поединков сегодняшней файт-карты, выводил своего сына. Знаете, я вам тоже такое откровение дам, что крайний бой проводил к коксу сын. Что есть договоренность с Тайсоном Фьюри. Тайсон Фьюри очень много спаррингуется как раз с Рико Верховеном. Они давние спарринг-партнеры. И есть такая дружба между двумя клубами, где Тайсон Фьюри проводит свой тренинг-кэп часто в Великобритании. Ну и в том числе в Голландии он нередкий гость является. В Зевенбергене клубе «Суперпро». И Тайсон Фьюри сказал, что он обратился к Голландии в конце концов. Продолжение следует... В клуб «Суперпро» приезжали очень крутые, яркие бойцы, в том числе и Федор Емеляненко, который пославлен ему. Великий чемпион, который совсем скоро, в имени Месси, с 17-го, если не изменять, проведет поединок свой профильный донат. Здесь есть обмен, и Масур Вадуев в первом уходит за этого обмен на левом боковом. Где-то перестаивает Масур, застаивается, где-то берет паузу. Вот в этот момент очень, в большом количестве, не нужно ударов пропускать. Сейчас навстречу он поймал бойца из «Суперпро» Бухлоу с левой руки. И достаточно неплохо болтануло Файзал и Бухлоу. Файзал, напомню, также боец начинающий категории класса А. По туловищу справа, сейчас жестко попадает Масур Вадуев. Тут же сам пропускает лоу-кек. Масуру нужно успевать ставить щит. Нельзя пропускать чистый удар. Масур не только живет в селе Толстовюрт, но и, по сути, безвылазно находится в клубе «Беркут». Смотрите, вот такие вот ненужные паузы. Опять же, Масур дает не первый раз уже, сам отдает пространство и идет назад. Знаете, одно дело, если бы он вытягивал бы на себя, это было бы интересно. Сейчас показали буквально полюсекунду на экранах, здесь наш российско-чеченский десант в Брюссель. Все те парни, которые уже успешно отбоксировали. Сегодня здесь здорово через руку действовал сейчас Масур Вадуев. Правый кросс. Где-то надо уже потихонечку взвинчивать темпом. Готовил бэкфест, чуть-чуть промахнулся. Не надо скрывать, бэкфест, как и любую вертушку с ног, надо скрывать. Кстати, какой сейчас нестандартный удар бэкфест он применяет. С другой уже руки. Очень координированный, конечно, Масур. Очень талантливый парень, ему если бы прибавить действительно вот эту работоспособность, я думаю, что из него выриснет что-то очень интересное. И, посмотрите, бэкфест он пробил в области. Ученик Кора Хэмерса. Здесь и Давид Кири, бывший чемпион Глори на 70 килограммов. Здесь еще несколько бойцов из среднего списка Глори, мирового промоушена Кейван. И, посмотрите, здесь идет Заруба. Для этот раунд надо вырывать Мансуру, хотя бы был яркий, красивейший нокдаун в первом раунде. Казалось бы, все было в пользу Мансуру Адуеву, что будет яркая победа, но нет. Изготовит сам опять нестандартное действие Мансуру. Не получается. Также нестандартно против него пытается действовать Файзал Бухлу. Также не получается на самом деле. Сейчас отбивает с дистанции ноги и тут же перевод на стуловище Бухлу. О, здесь пропускает сейчас удар справа в размене Мансур Адуев и держит этот удар на себе. Большой умница. Даже не моргнул ни на секунду, не показав, что пропустил. Достаточно тяжелый удар в размене. О, вот она в падении вертушка Хикушиновская. Красавец. На ютубе посмотрел на своего тренера и как раз крутого специалиста Хикушиновская. И есть правый кросс через руку. И это нокдаун в третьем раунде. Очень красиво и результативно. А поверьте, дорогие друзья, вот эта вертушка сказалась. Потому что сейчас как раз удар был, может быть, не настолько тоннажный, настолько сокрушительный, но вот это в эффекте дополнение сработало как раз. Просто и здесь комбинация через стулыща, через печень на правой ловке классика жанра. Голландская такая комбинация. И все время в зале, если бэкфист, бэкфистом через блок сносит сейчас файзала Бухлу. Вот здесь уже получает удовольствие от своей работы Мансур Вадуев. Такая красивая лоу-подсечка. Очень яркая, красивая и техничная. Высек так очень здорово Мансура. И до этого опять его был излюбленный прием бэкфист в область туловища. И опять очередную подсечку с короткого клинча. Здесь Мансур разбивает своего оппонента из клуба «Суперпро» города Зеленбергена Голландии. «Суперпро» в третьем раунде. Главное не заиграться тоже Мансуру. Вот это все-таки его молодая прыть. Она может и определенным образом нехорошую службу сыграть. Здесь нужно быть собранным, сконцентрированным. В концовке особенно после ярко выигранного целого боя. В том числе и, конечно, разорванного. Во-первых, в свою пользу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok